Я наблюдал в историях, связанных с тем, как наша страна выигрывала право проведения зимней Олимпиады в Сочи и как страна выигрывала право на чемпионат мира по футболу 2018 года. Это, конечно, просто какая-то бескрайняя земляничная поляна или такой нефтяной клондайк для всяких политических спекуляций, заявлений, потому что память человеческая коротка, вот эти заявления забываются, а на данный момент они, конечно, выглядят очень пафосно. И такой популизм. Я сужу по себе, очень часто приходится работать, в частности музыкальной индустрии, вот в таком режиме, когда события, происходящие на расстоянии больше, чем 10 дней, я говорю, сейчас мы это не будем обсуждать, поскольку это 23 век. И очень много событий происходит, очень быстрый темп, поэтому с тем же успехом я могу предложить послать экспедицию подводных лодок на кольца Сатурна, также построить ракетные военные базы на Юпитере и прорыть каналы на Венере, при том, соответственно, какого-то определенного концептуально причудливого формата, связанного с названием планеты. Вот, и, например, в устах политиков типа Жириновского это бы звучало даже убедительно. Вот, поэтому разговоры про события дальше, то есть даже когда мы обсуждаем 2018 год, это немножко авантюра, потому что, ну, огромное, огромное количество, ну, гигантских стратегического масштаба событий произойдет за это время, угадать которые нам, ну, не дано. То есть, как бы, это не дай бог войны, не дай бог кризисы, какие-то неожиданные там экспансии, смены политических режимов, там, смерти, болезни, там, и так далее. Но при этом и победы, при этом и прорывы, то есть не все там в тусклых красках, не все мгла. Вот, поэтому предлагаю объявить 2030 год годом, где мы можем экспериментировать самыми смелыми заявлениями политического характера, экономического. Вот, и прямо провести конкурс в рамках этой передачи, значит, разыграть такое своеобразное гран-при, то есть, чья фантазия окажется наиболее болезненной или, наоборот, наиболее восприимчивой. Вот, и вручить победителю машину времени, значит, от Герберта Уэллса, это может быть в зависимости от бюджета книга, это может быть такая реальная машина времени, такая, как луноходик, который по Луне когда-то ходил. Вот детская игрушка, поэтому про 2030 год, когда будем делать передачи, строить планы, приглашайте меня, я с удовольствием десяток идей набросаю.